ВИЧ-инфекция Сегодня, к сожалению, у нас больше превалируют 30-50 лет. То есть молодежь стала как-то поменьше чуть-чуть. Во Владивостоке в лечении никому не отказывают. Есть даже специальный телефон доверия именно для ВИЧ-инфицированных людей. Специалисты инструктируют позвонивших, как им действовать в их ситуации, но предупреждают – навсегда от ВИЧ сегодня все-таки излечиться нельзя. Болезнь можно лишь контролировать за счет специальных препаратов и здорового образа жизни. Я уже с инфекцией живу 18 лет и рассчитываю, что проживу еще достаточно долго. У меня есть дети и внуки. ВИЧ – это вирус, который сильно ослабляет иммунную систему. На этом фоне могут развиться такие опасные для жизни заболевания, как туберкулез, пневмония, опухоль мозга и так далее. В итоге – смертельный исход. Чтобы этого не случилось, врачи побуждают людей проверяться в клиниках. Однако есть и те, кто предлагает диагностировать ВИЧ на дому. В интернете мы нашли сайт с предложением купить так называемую специальную кассету для того, чтобы самостоятельно провести анализ. Кассета одноразовая и стоит 500 рублей. Под видом потенциального покупателя мы связались с продавцом. Это недавно только появилось. В аптеках еще нет, но у меня есть. Мне привозят. А откуда? Можно узнать? В Москве. Такие тесты уже предлагают купить во Владивостоке, Уссурийске и Артеме. Домой, правда, не привезут. И офиса у поставщиков нет. Распространитель предлагает договориться о месте встречи и передать тест на улице. К слову, экспресс-тесты от разных производителей продают через интернет во многих городах России. На Ютюбе даже есть ролики, где люди рассказывают, как пользоваться диагностическим набором и как потом трактовать полученный результат. Одни тесты работают по принципу Ребуса. Чтобы расшифровать результат, нужно иметь специальную инструкцию. Другие похожи на тесты для беременных и говорят о заболевании с помощью полосок. Владивостокские врачи подобные прогрессивные методики не поддерживают. Мы показали сайт с сомнительным тестом специалисту. Прошло оно проверку, не прошло оно проверку. На сегодняшний день информации нет, насколько оно разрешено к применению в Российской Федерации, на рынке Приморского края Российской Федерации. То есть вы такого вообще не слышали? Нет, не слышала. И первый раз вижу картинку вот такую. Кстати, интернет предлагает подобные тесты для определения не только ВИЧ, сифилиса и гепатита, но и других болезней. Так самостоятельно в домашних условиях можно выявить туберкулез, рак простаты и даже инфаркт. Мы не поленились и зашли в аптеки города. Спросили, слышали ли они хотя бы об экспресс-тестах на ВИЧ и есть ли такие в продаже. Везде нас ждал отрицательный ответ. У вас есть экспресс-тест на ВИЧ? Нет. На ВИЧ не бывает? Ну, может и бывает, но мы не получали. Об экспресс-тестах на ВИЧ не знают ни приморские фармацевты в аптеках, ни врачи. Считается, что люди откликаются на подобные неизвестные акции в интернете и доплачивают за анонимность. Хотя в больницах Владивостока тест на ВИЧ может сдать каждый тоже анонимно и при этом абсолютно бесплатно. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.